Вот такой. У меня на даче есть лесочек, где очень приятно послушать птиц и такую вот природную тишину. Детский домик. Но именно сейчас я бы хотел с вами подружиться, поделиться и подружиться. И подружить вас с одним очень интересным занятием, как сварк. Я очень люблю это делать. Для меня это очень такое хобби. Каждый неоднократно видел, как это все происходит со стороны. Все знают, что нужно одевать маску. И даже ребенок знает, что смотреть непосредственно на сварку нельзя, потому что потом будут болеть глаза. Но, что бы мне хотелось вам сейчас показать, для тех, кто никогда этим не занимался, я сейчас попробую. Я думаю, у меня получится сделать именно, показать вам, как выглядит работа сварщика изнутри. То есть, кто, кто видит сварщик. Вот мы сейчас с вами оденем маску. Вот. Внутри маски получается приблизительно вот такая видимость. То есть, для того, чтобы производить какие-то работы, ему необходимо подсматривать. То есть, вот мы смотрим и потом одеваем маску. В маске видим приблизительно вот такое. В дальнейшем берем электрод. И сейчас, я не знаю, что получится, но посмотрим, что нам телефон, как это все увидит. Видите? Телефон не позволяет. Я глазами в маске я вижу немного лучше. То есть, со стороны происходит следующее. Именно в момент сварочных работ происходит, видите, поджигание самого электрода. Замыкается дуга. Это электродуговая сварка. И в лучах вот именно самой сварки мы видим то, что мы непосредственно свариваем. То есть, сама сварка не происходит вслепую. Слепую, это только она так выглядит. А в процессе именно самой работы, видите, вот там. Вот, 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 сейчас видно было. Непосредственно, когда я подносил электрод, когда я подносил электрод вот к этому месту, то немножко, ну, телефон видит не так, как я вижу глазами в маске, то сбоку было видно вот эту металлическую штуковину. На самом деле, в маске, когда происходит сварка, то при подсвечивании, вот когда электрод начинает варить, вот этот свет мы фактически видим, ну, естественно, не так, как днем, но довольно-таки хорошо видно свариваемые вот эти части. И тогда, ну, в общем, можно выполнять вот эти работы направленные. То есть, это не происходит вслепую. Это я варю подставку, варю штатив, ну, такой выносной штатив для разных работ, там, для подсветки, фактически для прожекторов. Ну, для съемки видео там некоторые пользователи жаловались на плохой свет в кадре. Вот и сейчас, возможно, он не такой совсем хороший, как бы хотелось. Поэтому вот я хочу сварить хороший переносной разборный штатив для того, чтобы можно было бы в любых моментах снимать кино. Но, естественно, я подошел к этому вопросу очень творчески, как вы видите, то есть, это нестандартная такая подставка. Здесь я хочу еще, еще вот эти углы мне вообще не нравятся, как-то некрасиво получилось. Я хочу их вот так вот вырезать и, наверное, дам их внутрь. То есть, от этого устойчивость не поменяется, но эстетический вид будет намного интересней и она немного будет более компактно выглядеть. Это такая стойка, такая какая-то громадная получилась. Вот. И вот здесь, что происходит. Сейчас я вам показывал, как выглядит это все непосредственно в момент сварки. И сейчас мне интересно, вот самому даже, мы сейчас вместе попробуем вот это сделать. Сейчас я попробую таким вот образом, как телефон будет видеть момент сваривания именно. Ну, сейчас посмотрим. О, видите? Просто слепит камеру полностью. Ну, в шоке камера от такого освещения. Ну, еще раз попробуем. Видите? Камеру просто заслепляет. То есть, не получается. Это разве что из какого-то дальнего расстояния со штатива нам бы получилось бы снять это более так, как-то визуализировано. Но при... Вот, видите? Что происходит? Вот, приблизительно так происходит сварка. Да, сейчас есть уже шапки такие, которые реагируют на этот цвет, когда просто через стекло видно, вот как через обычное, но в момент именно зажигания, яркого света, она становится темной. Есть такие специальные маски, уже профессиональные. Вот. Ну, я пользуюсь такой. Довольно-таки интересное мероприятие это происходит, когда чик, ты ее набрасываешь все в темную, и тут включается вот эта лампочка, именно когда замыкается дуга. В общем, очень интересное занятие. Так что такие аппаратики там стоят совсем недорого, и очень такое интересное занятие заниматься немножко соединением металла. А с вами был Макс Аля. Смотрите мой канал, подписывайтесь, и до следующих публикаций. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!